Мама, я тону! Услышав эти отчаянные крики, герои нашего следующего сюжета поспешили на помощь. В беде оказались сразу три человека. Обычный отдых у реки для мамы и двух ее сыновей мог бы обернуться трагедией, если бы не сотрудники полиции, которые по счастливой случайности в свой выходной день прогуливались рядом. Об истории спасения расскажет Карина Баталова. Это с виду неглубокая горная речка села Мачлис в тот жаркий день привлекла внимание братьев-близнецов. Камал и Джамал пошли купаться. Рядом находились мама и тетя. Они не догадывались, что в этом участке глубина реки достигает почти три метра, плюс сильное течение. Непосредливые мальчишки оказались заложниками водной стихии. Я думала, этот Камал плавает, но один раз зашел в воду и вышел, и крик закричал, мама, я тону. И вслед за ним побежал этот Джамал. И вслед за ним побежала сестра, и сестра тоже упала. На крики вмиг отреагировали Магомед и Микаил. В тот день сотрудники полиции по счастливой случайности в свой выходной отдыхали рядом. Увидев, как мать с детьми безуспешно пытаются вылезти из реки, мужчины поспешили на помощь. Соответственно, прыгнули в воду и начали вытаскивать, помогать там. Даже вот один из близнецов уже успел под воду идти, то, что Микаил, он уже попал в руку, то, что его вытащил. И вот так вот успел вытащить, да. Можно сказать, чудом вот спасти. Думаю, времени не было, сразу запрыгнул и начал вытаскивать их. Надо было спасти детей. А, по искусству дыхания, сделал что-нибудь пришел? Да, да, я ту сторону вытащил ее, потом сделал искусственное дыхание, и себя пришел. Мать близнецов Саният была без сознания, но ее и мальчишек удалось привести в чувство. Сейчас они здоровы. В больницу ехать не пришлось. События того дня Саният вспоминает с трудом. От паники и шока она забыла обо всем. Огромное спасибо им. Тогда я в отчаянии, это было в шоке, что не могла даже тот тем поблагодарить их. Я хочу сказать им большое спасибо огромное, что они оказались рядом и спасли моих племянников. Дай Бог им здоровья и дальнейших успехов в работе. Река Улучай все так же мирно течет рядом. Но мальчишки знают, что это только с виду. В следующий раз будут повнимательнее. А пока у ребят в планах написать сочинение о поступке смелых полицейских. Карина Баталова, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Кайтакский район.